Чиновники от медицины Акмолинской области в растерянности. Инвалид первой группы из села Азадзериндинского района готовится стать матерью. 27-летняя женщина ждет ребенка, а медики никак не возьмут ее на учет. До районной консультации 100 километров. Ездить на осмотр ближе в Кокшитау, но там ее принять не могут. Будущая мама живет в селе. В коллизиях юридических и просто человеческих искала выход и наш корреспондент Сауле Кусаинова. Они познакомились в интернете. Она, Маргарита Кожемякина, инвалид первой группы со станции Азад. Он, Павел Думин, отец, воспитывающий трех школьников из Степногорска. Встретились и соединили свои судьбы. Местный пенсионер подарил им дом. А три месяца назад Маргарита узнала, что беременна. Когда я забеременела, оказалось, что я в городе не числюсь. Это счастье, наверное. И просто на все, что мне даже врачи бы сказали, что нельзя рожать, я все равно бы рожала. Это смысл сейчас в моей жизни. И как бы, поэтому, нет, мне не страшно. Я просто уверена в себе и в своих силах. Новость сразу окрылила Маргариту. Диагноз «системная красная волчанка» преследовала ее с трех лет. Женщина почти никогда не ходила. А тут весть о будущем материнстве. Сейчас, правда, ей беременность дала силы. Она стала передвигаться по дому. Это такое счастье быть матерью. И я, конечно, со слезами даже смотрю, да, выйду, поплачу. Этот ребенок может сделать нас счастливыми. Ее, может, она станет ходить. Извините. Но неожиданная беременность женщины-инвалида повергла в шок врачей. В женской консультации Кокшитау женщину не только осмотрели, но и попросили письменно отказаться от обслуживания в городе. Это было в начале октября. Маргарита говорит, что ее пугали страшным исходом. Лишь после многочисленных жалоб в разные инстанции медики приняли будущую маму и даже направили в Астану на обследование. С Астаны пришло, что рожать не можно. Я обследовалась как там республиканский диагностический центр и центр материнства и детства. Срок у меня вот числа 10-го будет 4 месяца. Но городские врачи все равно решили перестраховаться и закрепили беременную Маргариту за районной больницей. У семьи нет машины и добираться женщине-инвалиду в зеренду, что в 100 километрах от дома будет очень сложно, а город под боком. Согласно действующих нормативов территориально она прикреплена к нам с ноября месяца, как только мы выяснили, что она беременна и здесь находится, получает всю необходимую медицинскую помощь. Если она прикрепится к городу Кокшетау, тогда мы не сможем ее обслужить согласно нормативам. Кодекс о здоровье и системе здравоохранения гарантирует казахстанцам доступную медицинскую помощь. Но там нет ни слова о беременных и инвалидах, чем и пользуются чиновники. А главный врач области Касымжан Ташметов отказался от комментариев. Саулеку Саинова, Анатолий Поляный, Акмолинская область.